Здравствуйте! Очередная лекция по дисциплине строительные машины и механизмы. Машины и оборудование для свайных работ. Мы с вами сегодня узнаем для чего назначается и область применения этих машин и классификацию свайных погружателей. Литература представляется вам на трех языках на английском, узбекском и русском. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Для свайных работ существуют такие машины, как копры и копровое оборудование, свайные молоты и погружатели, буровое оборудование, машины для укладки и уплотнения бетонной смеси, машины и оборудование для резки голов сваи, технологическая оснастка для свайных работ, оборудование для свайных работ. Назначение и классификация машин для свайных работ зависят от технологического цикла забивки свай. Цикл забивки свай состоит из захвата и установки сваи в проектное положение. 1. Погружение сваей в грунт до проектной отметки или отказа, то есть возникновения сопротивления большего, чем усилия погружения. 2. Перемещение сваебойной установки от забитой сваи к месту погружения. 3. Способы погружения сваев в грунт. 4. Забивка сваебойным молотом, забивка с одновременным подмывом грунта водой, вибропогружение, вдавливание, ввинчивание, образование предварительной скважины в грунте лидером-пробойником с последующим погружением сваи. 5. В промышленном и жилищном строительстве наиболее распространенным является способ забивки сваебойными молотами. 6. Машины для погружения сваей делятся на следующие группы. 7. В зависимости от способов погружения возникают и группы машин для погружения сваей. Это ударного действия, вибрационного и виброударного действия, машины для вдавливания и для завинчивания. Существуют также машины, работающие по смешанному принципу, например, вибровдавливающие. 7. Классификация свайных погружателей. На данном слайде приведены рисунки со свайными погружателями. Это вибровозбудитель, паровоздушный молот, вибромолот и буровое оборудование. 7. Свойные погружатели делятся на машины ударного действия и машины вибрационного действия. В свою очередь, машины ударного действия бывают механические молоты, паровоздушные молоты, дизельные, гидромолотые и вибромолотые. Машины вибрационного действия делятся на два вида – на вибромолотые и вибропогружатели. Паровоздушные молоты, в свою очередь, классифицируются на простого действия и двойного действия. Дизельные молоты на штанговые и трубчатые. Гидромолоты тоже на штанговые и трубчатые. Вибропогружатели классифицируются на высокочастотные и низкочастотные. На данном слайде приведены различные виды свайных молотов. Своебойные молоты делятся на механические, паровоздушные, дизель-молоты, электрические. По типу управления различают молоты с ручным, полуавтоматическим, автоматическим типом. Главными параметрами технической характеристики своебойных молотов является масса ударной части и энергия удара. Рабочий цикл молота состоит из подъема ударной части и падения ударной части до соударения с оголовником сваи. Механический своебойный молот Представляет собой массивную чугунно-отливку, которая по направляющим мачты может подниматься канатом, перекинутым через головной блок к навеваемым на барабан лебедки, обычно фрикционной, и падать при расцеплении захватного устройства под действием собственной массы на головку сваи. Паровоздушные своебойные молоты Приводятся в действие силой пара или сжатого воздуха, воздействующих непосредственно на ударную часть молота и подразделяются на паровоздушные молоты простого действия и паровоздушные молоты двойного действия. Паровоздушный молот простого действия На данной схеме приведено устройство этого молота и также каналы впуска и выпуска. Через канал впуска паровоздушного молота впускается паровоздушная масса вовнутрь молота. Молот с ручным воздухораспределителем Наверху имеется ручной воздухораспределитель Имеет массивный корпус Внутри которого находится цилиндр Корпус молота служит ударной частью Он снизу значительно утолщен Он является ударной частью Цилиндр движется относительно поршня и штока которые проходят сквозь донную часть цилиндра И при работе молота опирается на наголовник сваи В головке цилиндра размещено распределительное устройство Вот здесь показывается распределительное устройство в разрезе Состоящее из поворотного крана и рычага В направляющих капра цилиндр удерживается приливами и закрепляющими планками Воздух поступает в цилиндр по гибкому шлангу Прикрепленному к впускному патрубку В положении распределительного крана Вот рисунок А Верхняя полость цилиндра сообщается с воздухопроводом Под давлением воздуха цилиндр поднимается над сваей Так как поршень опирается штоком на наголовник сваи Когда цилиндр достигает необходимой высоты поворотом рычага Переключает распределительный кран в положение, показанное на рисунке B То есть впуск закрывается, выпуск открывается При этом поступление сжатого воздуха прекращается А отработанный воздух из цилиндра выходит в атмосферу Через выпускное отверстие Давление воздуха в цилиндре резко снижается И цилиндр под действием собственного веса падает Ударяя по наголовнику сваи Вот принцип работы паровоздушного молота простого действия На данном слайде приведены рисунки дизель-молотов Различные дизель-молоты Устройства для забивания сваи в землю В дизель-молотах используется энергия, высвобождающаяся при воспламенении топлива Рабочий процесс дизель-молота аналогичен процессу двухтактного дизеля При воспламенении топлива, образовавшимся газами, подбрасывается тяжелый поршень При обратном падении которого наносится удар по свае Молоты своебойные дизельные трубчатые здесь приведены И молот своебойный дизельные штанговые Гидравлические молоты Сменное рабочее оборудование гидравлических экскаваторов Гидрофицированных машин, стационарных, глыборазбивочных установок Погрузчиков, манипуляторов, сваебойных копров Используемое для обработки прочных материалов Или погружения свайных элементов действием ударов падающих частей Разгоняемых жидкостью, находящейся под высоким давлением Характеристика гидравлических молотов-разрушителей Энергетический диапазон от 0,5 до 20 кГц Частота ударов от 10 до 40 Гц Гидравлических молотов-своебоев Энергетический диапазон от 20 до 100 кГц Частота ударов от 0,7 до 3 Гц Применяются гидравлические молоты для разрушения скальных грунтов Бетонных и железобетонных конструкций Мерзлого грунта Уплотнение рыхлого грунта Вскрытие асфальтобетонных покрытий Вскрытие различных подземных коммуникаций Подъемная листовая ковка Погружение свайных элементов Ударное погружение сваи Классификация гидравлических молотов По типу гидромолоты делятся на открытого типа, закрытого типа По типоразмерной группе на легкие От 0,35 тонны до 12 тонн Средние от 8 до 120 тонн И тяжелые более 120 тонн По назначению гидромолоты бывают разрушители Гидромолоты ковочные И гидромолоты своебойные На данном рисунке приведен гидравлический молот Очень красочный рисунок И гидромолот приведен в изометрии То есть в разрезе в 3D И отсюда мы видим, что в головке гидромолота Имеется аккумулятор Затем идет мембрана Корпус клапана Клапан Рабочий вход Генетический корпус Герметический корпус Стяжные болты Здесь есть Шток поршня Сам цилиндр Стопорное кольцо Здесь красным дается Основной корпус Верхняя втулка Стопорный палец пики Втулка пики И рабочий орган пика Ну, вот в целом Устройство гидравлического молота Вибропогружатели Это машины для погружения в грунтсвай, шпунтов, труб и других Вибропогружатели применяют также для извлечения этих элементов из грунта Конструктивная схема вибропогружателя Вибропогружатель состоит из электродвигателя Или гидромотора Далее есть промежуточная шестерня И синхронизирующие шестерни Вот их здесь 4 В каждой шестерне имеется дебаланс Далее наголовник И сама свая Ну, здесь вибропогружатель ВП1 дается общий вид вибропогружателя Схемы положения Дебалансов за один оборот валов И устройство Низкочастотного вибропогружателя ВП1 Возмущающая сила вибропогружателя От 19,1 до 184 тонн Частота вращения От 420 до 1500 оборотов в минуту Масса от 2,5 до 11 тонн Вибромолот Является ударно-вибрационной машиной Для забивки в грунт И извлечения из него Сваи, шпунтов, труб и так далее А также рыхление и уплотнение грунтов Путем совместного воздействия Ударов и вибрации Вот дается схема вибромолота Есть здесь наковальня По которой дается удар Основание наковальни Сама наковальня Которая воспринимает удар И пружины Два электродвигателя Здесь это внутри дебалансы Здесь бойка еще есть Под номером 7 Плита Работа вибромолота Основана на совместном воздействии Вибраций и ударов на сваю И грунт В результате чего увеличивается Эффективность погружения сваи Не только в водонасыщенные И не связанные с грунтом Но и в более плотные Выпускаются вибромолоты С возмущающей силой От 11000 до 218000 ньютон С числом ударов 480-1450 в 1 минуту Масса вибромолотов От 150 до 6500 кг Самоходные и своебойные устройства Приведены здесь Здесь значит шагающий Гусеничный и пневмоколесный Самоходные и своебойные устройства Применяемые в строительстве Изготавливают на базе Гусеничного трактора Шасси грузовых автомобилей Или на базе Одноковшевых экскаваторов Главным параметром у них Является максимальная высота Забиваемой сваи И масса ударной части По способу навески рабочего органа Самоходные установки Разделяют на фронтальные И с боковой подвеской Выпускаются для забивки сваи До 16 метров С массой падающей части До 3500 кг Средняя производительность агрегата От 15 до 24 Сваи смену Своебойные агрегаты На базе автомобиля Выпускаются для забивки сваи Длиной до 9 метров Сечением 30 на 30 сантиметров Средняя производительность По забивке До 18 штук в смену Здесь дается схема Самоходного своебойного агрегата Как видите на гусеничном ходу Состоит он из направляющей рамы С помощью которой Направляется Своебойная Рабочий орган В процессе работы Имеется гидроцилиндр С помощью которого Приводится в действие Рабочий орган Канатный полиспаст С помощью гидроцилиндра 4 Меняется наклон мачты Имеется также гидроцилиндр 5 С помощью которого Приходит в действие Наш гидромолот На наш своебойный агрегат Монтажная стойка Которая служит Опорой Поддержкой В рабочем положении Своебойного агрегата Имеется контргруза Имеется контргруз Как противовес Базовый трактор Несущая рама Здесь Выносная стрела Оголовки И сам дизель молот С помощью Вот этой всей системы Производится процесс Забивки свай И процесс Удерживания То есть Наш самоходный Своебойный агрегат Устанавливается Устойчиво При помощи всех Этих узлов И Удерживающих Элементов А также Приводится В рабочее движение Здесь Если там был Своебойный агрегат На базе трактора То здесь Приводится На базе Экскаватора Как подвесное Оборудование Копер Строительная машина Предназначена Для подвешивания И направления Свайного молота Или вибропогружателя Подтягивания Подъема И направления Сваи Или шпунта При их забивке Вот на данном рисунке Приведен копер В отличие от других Самоходных Своебойных установок Коперы имеют Специальную тележку На колес На рельсовом ходу По конструктивным Особенностям Они бывают Универсальные Имеющие Поворотную платформу Возможность Изменения Наклона мачты И ее вылета И полууниверсальные Предназначенные Только для Нагружения Вертикальных Свай На данном рисунке Приведена схема Гидравлического Копра Здесь имеется Нижняя часть Опоры Свая Шнековый бур Вот здесь вот Шнековый бур Решетчатая Так Привод для бурения Лебедка Для поддержки Для удерживания Гидромолот Для забивки Свая Решетчатая стрела Для того, чтобы Поддерживать Копровая мачта Для более высокого Подъема Копра Грузовая лебедка Вот она Грузовая лебедка Крюковая подвеска Оголовок Подвески Подвески Гидроцилиндры Гидроцилиндры Здесь указываются Сам экскаватор И гидроцилиндры Для установки Мачты Здесь гидроцилиндры Для Привода В рабочее Положение Для Рабочего Движения А это Для установки Мачты Копром КАУ-20 Можно забивать Свая длиной До 20 метров В вертикальном Положении Так и с уклоном Один к трём С производителя До 10 штук В смену Имеется Также Копры Для забивки Свай До 25 метров Производительность Копров Колебнется От 6 До 18 Свай В смену Также Существуют Агрегаты Для вдавливания И завинчивания Свая в грунт В последнее время В городских условиях Более применяются Эти агрегаты Они бесшумны И в то же время Не создают Такой вибрации Как при Забивке Свай Принцип работы Их основан На том Что на сваю Передаётся Осевое усилие Вдавливания Системы Канатных Париспастов Или Гидродомкратов Усилие Вдавливания Развиваемое Агрегатами Достигает 35 тонн И более В завершении лекции Я хочу вам Привести вопросы Для закрепления Темы Это скорее всего Не вопросы А как бы Задания Которые заключаются В том Что вы должны Привести Классификацию Машины И оборудование Для свайных Работ То есть Изложить Эту Классификацию Далее Изложить Устройство И принцип Работы Пара Воздушного Молота Простого Действия По Он указан Схема Приведена На 13 Слайде По 23 Слайду Вы Изложите Устройство И принцип Работы Вибро Нагружателя ВП1 По 26 Слайду Изложите Устройство И принцип Работы Вибромолота И по 35 Слайду Устройство И принцип Работы Гидравлического Копра Спасибо За внимание